Итак, это первое видео курса, и начать я решил с описания основных ошибок в финансовом учете, которые совершает практически каждый владелец бизнеса, и когда-то каждую из них совершил и я. Если вы себя узнаете прям во всех, не спешите расстраиваться. Это значит просто, что вы купили этот курс не зря, и это отличная возможность стать лучше и ускорить развитие своего бизнеса, потому что вы будете знать, что конкретно делать с каждой из этих ошибок, чтобы их исправить. Итак, первая проблема – это смешивание личных денег и денег бизнеса. Если вы периодически закрываете какие-то платежи в бизнесе личными деньгами, или наоборот, периодически совершаете личные покупки деньгами бизнеса, например, ремонтируете машину или платите за детский сад ребенка, вы совершаете самую распространенную ошибку предпринимателя. Работая так, вы точно не сможете посчитать, сколько же на самом деле зарабатывает ваш бизнес, потому что непонятно, где чьи расходы. Решение тут очень простое. Дисциплина. Просто прекратите смешивать эти деньги. Запретите себе залазить в кассу бизнеса. Придумайте себе систему штрафов. Если уж очень понадобились деньги, лучше открыть отдельную кредитную линию в банке. Так вы точно узнаете, кто за чей счет живет. Вы за счет операционных денег бизнеса или бизнес живет благодаря тому, что вы постоянно докидываете туда деньги. Еще один простой лайфхак. Откройте отдельную личную карточку в другом банке. Переводы между разными банками почему-то делаются всегда сложнее. Мне в свое время это очень помогло. Вторая по частоте проблема – это нерегулярность учета. А в пятницу все счета сведу, сейчас просто времени нет. Вот если что-то такое вы себе говорили, у вас просто не может быть полноценной финансовой аналитики бизнеса. Во-первых, вы однозначно теряете в таком случае часть информации. В итоге она превращается в какую-то категорию другое, которая просто не поддается анализу. Ведь непонятно, что там находится и как оптимизировать эти расходы. Во-вторых, вы скорее всего испытываете кучу сложностей с тем, чтобы вспомнить все, что произошло за прошлую неделю. Пока достанете все свои записки, бумажки, напоминалки, салфетки, заметки. С ума можно сойти. В итоге потеряно огромное количество времени и энергии. И, как результат, вы уже просто ненавидите все эти цифры, весь этот учет. Но так быть не должно. Учет финансов должен быть чем-то таким же простым, как листать ленту Фейсбука. Для того, чтобы было именно так, есть всего два момента. Первое. Вы должны найти для себя максимально удобный инструмент. Если сейчас, например, вы используете Excel-табличку, я понимаю ваше раздражение. Это не самый удобный способ для регулярной работы, так как каждый день, каждый раз нужно бегать к компьютеру, чтобы внести операцию и так далее. Есть множество крутых онлайн-сервисов. На любой вкус и для любого бизнеса. Онлайн сам по себе дает плюс 100 500 к удобству, так как вы можете работать с любого устройства в любом месте в любое время. И второй момент — это делегирование рутинных внесений данных сотрудникам. Если менеджер по продажам работает с деньгами и видит полученные оплаты, пусть сразу вносит это сам. Это существенно экономит время владельца и освобождает его от рутинной работы. Если вы испытываете какой-то страх, что сотрудники увидят всю вашу финансовую информацию, я вас прекрасно понимаю. И для решения в том числе этой проблемы лучше использовать онлайн-сервисы для финансового учета, потому что именно там можно давать определенные уровни доступа для каждого сотрудника и легко избавить себя от рутинной работы, не предоставляя полный доступ ко всей финансовой информации. Третья проблема в финансовом учете, как правило, самая роковая. Она называется учет кассовым методом. То, что пришло в кассу, считаем доходом, что ушло из кассы, считаем расходом. Подсчитываем разницу между этим и называем это прибылью. И, как правило, так бизнес долго не протянет. А как же авансы за будущую работу? Мы же еще ее не выполнили. Это же еще не наш доход. А как же наши долги перед поставщиками, которые мы не можем уже два месяца выплатить и так далее. Если вы так ведете учет, продолжайте. Нет, серьезно, продолжайте. Просто называется это немножко по-другому. Это учет движения денег. По нему нельзя посчитать прибыль, но штуков тоже достаточно полезная. В таком учете нет понятий доход и расход. Вместо них есть понятие поступления и списания. Учет движения денег помогает понять обороты компании в целом. На основе этого учета формируется один из трех основных отчетов в бизнесе. Отчет о движении денежных средств, он же ОДДС. А во всем мире он называется кэшфлоу. Разница между приходом и списанием не называется прибылью. Называется чистый денежный поток. Она показывает, насколько живых денег в компании стало больше в течение месяца. И иногда эта цифра совершенно не коррелирует с прибылью. Вы можете иметь огромную прибыль, но совершенно не иметь денег на счету. Потому что, например, вся ваша прибыль могла уйти в увеличение сплотских запасов. Или, например, на покупку нового оборудования. И может быть наоборот. У вас могут лежать миллионы долларов на счету, но на самом деле у вас убыточное предприятие. Потому что накапливаются огромные долги перед поставщиками. Или потому что у вас накопилось огромное количество авансов. А как решить эту проблему я расскажу вам в следующем видео. А пока напишите мне под этим видео, с какой из этих проблем сталкивались лично вы. Где узнали себя. И, возможно, у вас есть какие-то дополнительные вопросы. Пишите мне все в комментариях, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы.